У меня есть несколько небольших коротких вопросов по ходу нашего независимого расследования. Если можешь, помоги, пожалуйста, с восстановлением полностью этой большой картины, с тем, чтобы я и те люди, которые нас будут смотреть, имели представление и знали это все от первых лиц, от тех людей, которые непосредственно в этом принимали участие. Скажи, пожалуйста, название «Европолис» говорит тебе о чем-либо? Да, говорит. Я неоднократно говорил уже, что когда непосредственно устраивался «Вагнер», контракт, который ты подписываешь с компанией «Вагнер», там непосредственно стоит как работодатель ООО «Европолис» организации. То есть там не указывается, там, ЧВК «Вагнер» или как-то там просто ООО «Европолис» заключает с тобой контракт по охране нефтегазовых месторождений, каких-то других стратегических важных объектов. А в этом контракте, насколько ты помнишь, у тебя какая должность тебе отводилась, какую должность в контракте прописывали для тебя? Ну, это как фактически охранник, просто охрана нефтегазовых месторождений. В контракте прописано, что мы не участвуем ни в каких-либо боевых действиях, ну, насколько мне известно. Мы занимаемся непосредственно охраной стратегически важных объектов, с кем заключен непосредственно контракт у этой фирмы. Скажи тогда, пожалуйста, раз так, договор подписывался в каком количестве экземпляров и выдавался ли тебе и другим мужчинам на руки один из экземпляров подписанного договора? Ох, есть здесь сколько-сколько. По-моему, два экземпляра, но на руки ничего не выдавалось. Насколько я помню, два экземпляра ты подписываешь, и на руки ничего не давалось. То есть, все это оставалось в офисе Евгения Пригожина на базе Молькина? Да, да. Ну, там к этому контракту основному еще идут дополнения на отдельных листах. Как вы понимаете, там подшитый контракт, условия контракта, и потом к нему идут отдельные на листах дополнения. Там уже, что в случае нарушения условия контракта по законам каким-либо военного времени можно. Но это уже как дополнение отдельно было написано. Ну, что там еще было? А что там непосредственно обязуешься выполнять приказы непосредственно командиров распоряжения, в случае невыполнения, то, что ты ознакомлен, что ты нанесешь ответственность. Ну, конечно, там не написано, какая ответственность, что с тобой будет, а просто написано, ну, ответственность. Ну, как бы так. Тогда такой вопрос. Можешь ты вспомнить даты, период, когда ты подписывал этот контракт, и где это происходило, и при каких обстоятельствах, чуть более подробно? Ой-ой-ой. 5 или 6 июля 2022 года. Ну, период, ну, 5 или 6, я сейчас не помню, это надо сидеть вспоминать. И на какой период подписывается контракт? Ты имеешь в виду? Да. Ну, во-первых, на какой период подписывался этот контракт? А во-вторых, где, в каком месте это подписывалось, и при каких обстоятельствах? Можешь чуть более подробно рассказать, пожалуйста? Ну, на фильтре тебе дают только анкетирование, анкеты заполняешь. Непосредственно контракт ты подписываешь, когда уже получил жетон. Вот, прошел отдел кадров, получил жетон у командира сборной группы, сборного отряда. И ты получил жетон, сдал паспорт. А, смотри, там еще момент, писали, анкеты заполняются только, вот этот контракт, там, где поля заполнения заполнялись, чисто нам еще приходили, говорили, что никаких прописных букв, чисто печатными буквами писать. И это ты уже непосредственно, когда прошел медкомиссию, когда, то есть, ну, все одобрения, все инстанции, медкомиссию, отдел кадров, служба безопасности, фильтр, сдал анкеты, и уже ты пошел в сборку, в отряд свой, в седьмой, то есть, тебя уже распределили в отряд. Вот, и тебе приходит командир этого отряда, ну, не командир именно сборного отряда седьмого, понял? Который на базе постоянно сидит. И, так, командир этого отряда, и потом, и вот потом его приходит помощник, а они садила в кадрах, приносят там анкеты всем, о, не анкета, вот именно эти контракты. Раздают, это там заполняешь, по-моему, печатными буквами, фамилиями, отчества, там, дата рождения, сам контракт. Вот, и после... Там ты же, по-моему, ставишь прописку сроком, на сколько, ну, на 4 месяца. Вот, и в дополнениях к этому контракту, ты там заполняешь бумаги, такие банальные, как в случае смерти, что ты даешь добровольное согласие, если к ним будет возможности вывести твое тело, даешь добровольное согласие на кремацию, и передача праха там родственникам. Вписываешь родственников, вписываешь, кто деньги за тебя получает, ну, будет ли получать, приезжать. Данные, номер телефона, а паспортные данные, номер телефона, и... Ну, и такие дополнения, грубо говоря, банальные, что там предупреждение, что там запрещается там алкоголь, алкоголь употреблять, наркотики, там, вступать в какие-либо взаимоотношения с гражданским населением, что в случае нарушения по законам военного времени, но это уже отдельные листы, не от этого контракта. Ну, в принципе, что... Правильно ли я понимаю, что, по сути дела, вот эта вот фирма Европолис, она являлась таким юридическим лицом, прикрытием для того, что теперь всему миру известно, как ЧВК Вагнер? Ну да, Юр, как... Ну, ты за весь контракт и посредственно подписывались с Европолис, с организацией. Как бы, ну, я говорю, я изначально это уже говорил, что... как бы... не было каких-то там, что ты там ЧВК Вагнер или как-то что-то такое подобное. А именно вот в контракт подписываешься с Европолис. Но что потом происходило, вот поэтапно, там, если там кратко описать историю вот этого четырехмесячного твоего контракта с фирмой Европолис? Что тебе приходилось делать, куда вас направили и как вам разъяснили ваши задачи? Ну, начнем с того, что, ну, направили в Украину, как бы ты в этом знаешь, и все знают. Направили в Украину. Наша задача была... Ну, в большей части это непосредственно участие в действиях в лесополосах на подходах к Бахмуту, городу. И я вообще не знаю, какой там Европолис, потому что мы приказы получали непосредственно от Генерального штаба России, Минобороны, Генштаба. И к нам были ВДВшники перекомандированы. Ну, все работали, служили вместе. Вот. И... Ну, основная задача это вот зачистка лесополос на подходах на поступок к городу Бахмуту. То есть, это на самом деле очень важный момент, о котором ты сейчас сказал. То есть, правильно я понимаю, что при том, что формально вы подписывали контракт с коммерческой фирмой Европолис и передавали им свои паспорта, в дальнейшем вас направляли на войну на оккупированной территории, чтобы вы воевали против ВСУ. И при этом ваших сотрудников, да, компании Европолис, на самом деле, которые являлись составной частью ЧВК «Вагнер», курировали, контролировали и отдавали приказы из Главного управления Генерального штаба Минобороны Российской Федерации. Да, да, так, ну, ясно, вам понятно, что оттуда, потому что и боеприпасы, ну, соответственно, это же не «Вагнер» заводы, да, там стояли, или «Европолис», да, эти боеприпасы изготавливали. Боеприпасы получали непосредственно от Министерства обороны, подвозились, приезжали инспекционные службы, там, генералы, там, ну, не то, что на Передок приезжали, а в ТУ приезжали, вот, и служили совместно с, ну, с Зелеными, с Минобороновскими, с мобилизованными, вот, и непосредственно вместе выполняли, там, поставленные задачи перед нами, как бы так, ну, контракт, фактически, ты подписываешься в «Европолис», ну, там в контракте написано, что ты, как бы там прям так и написано, что мы занимаемся охраной местогазовых месторождений, нефтегазовых месторождений и стратегически важных объектов. Сотрудники о «Европолисе» не принимают участие, активное участие в боевых действиях, не вмешиваются военные конфликты. Это вот было прописано в контракте. На бумаге одно, в жизни другое. Ну да. И что произошло, когда истек четырехмесячный срок твоего контракта? Скажи, можешь там вкратце рассказать? Я понимаю, что твою историю уже очень многие слышали, и мировая пресса об этом писала неоднократно, но именно вот эта вот история, когда истек срок этого контракта формально, и ты какое решение для себя принял, и что после этого происходило? Ну, когда формально истек срок, ну и был написан рапорт о том, что я убываю по месту проживания, как бы все, у меня закончился контракт, мне сообщили, что контракт продлен, сначала сказали до 6, потом сказали вообще 8, плюс командир отделения там, и все, я просто был не согласен, сказал, что нет, меня хватит, достаточно, я подписывал на 4, отслужил, все, до свидания. И когда ты сказал, что ты не хочешь никаких контрактов продлевать ни с Европолис, ни с Вагнер, ни с Армией и так далее, что потом произошло? Ну, мы общались с Барином, я как бы просто снял с себя разгрузку, броник, шлем, все вкинул, ну, где мы стояли в комнате на усадьбе, где Барин, непосредственно находился, кинул на пол, все сказал, слушайте, идите сами воюйте, я дальше в этом участвовать не буду. И все, вышел на улицу, и я услышал то, что по рации сказали задержать, его меня сразу задержали, кто вроде охране, ну, в охране Барина стоял, вот, и посадили на яму. Барин, просто, что все, ты так говоришь, такие слова там, Барин, усадьба, все подумают, что мы с тобой книжек про 19 век перечитали, и о чем-то им рассказываем. Барин, Барин, это непосредственно командир 7-го штурмового отряда, где я служил, усадьба, это был позывной того места, где находился Барин, ну, где он непосредственно находился и руководил наступлением. Так, у меня сейчас, по-моему, по Барину, поэтому Федор его зовут, Федор Павлович, фамилию сейчас постараюсь найти, Полищук. Ну, я насчет фамилии не знаю, знаю. Лищук, Лищук, либо Полищук, Федор Павлович, из Калуги, родом. Да. Я не знаю, откуда родом, я знаю, что, ну, позывной Барин, многие его звали Федор Павлович. Угу. Это был командир 7-го штурмового отряда ЧВК Вагнер. Да. И когда ты сказал, что ты не готов продолжать принимать участие в войне против Украины, и ты против автоматического продления контрактов, тебя посадили в яму. Что такое яма, и как бы там насколько там применялось к тебе там насилие, и чем это тебе угрожало в дальнейшем? Ну, яма это как бы многие из рота охраны меня-то как бы знали, и как таково, чтобы меня прям лупить сильно никто не лупил, но скрутили. Яма это старый просто блиндаж, который закрывается железным листом, припирается, и рядом сидит часовой, просто смотрит. Ну, закрывают яму, обычно я должен сидеть, ждать службу безопасности, потому что я отказник, и соответственно, со всеми отказниками разбирался непосредственно службу безопасности. у меня там полемика с беретом была, начальник штаба. Одно время там берет в отпуск уходил, потом вернулся, и разговаривали, я сказал, что нет, я не буду ничего никак, ничего не делать. Вот, и потом парнишка, который на машине непосредственно работал, мой сослуживец Тхарком, его позывной, они договорились, приехали меня, забрали, вывезли меня до границы, и уже от границы я перешел границу, также через забор перепрыгивал, как здесь в Норвегии. Зашел в Ростовскую область, потом с Ростовской области искал варианты, как мне проехать через российский Донецк, ну это поселок, населенный пункт, потому что там стоял на выезде блокпост, и все машины тормозились, все досматривались, вот, и уже потом непосредственно с Ростовской области к своим знакомым, и пытался вот решить этот вопрос, чтобы в отношении меня не было никакого преследования, и просто оставили в покое. Два коротких вопроса, наверное, последних по этой теме. Скажи, пожалуйста, ты подписывал договор с компанией Европольс, потом тебя почему ты приехал именно к ЧВК Вагнерцентру в ноябре 2020 года, чтобы им под видеозапись обручить жетон? Потому что я как бы, ну, меня же искали, обзванивали моих знакомых всех, как бы, ну, ничего этого хорошего не сулило, что, ну, я как бы понимал, что будет со мной, когда меня найдут, и я просто под видеозапись, что, во-первых, опубликовать, во-вторых, я думал, может, как-то это после публикации немного его, ну, остепенит, что он меня действительно в покое оставит, и, как бы, я все-таки надеялся, что у тебя охранники, которые стояли возле ЧВК Вагнерцентра, они прям донесут дословно, что, как я сказал, что оставьте меня в покое, и пусть забудут про меня, вот он жетон обратно. Извини, пожалуйста, я сейчас просто уточню свой вопрос. Я спросил, то есть, изначально ты свой паспорт отдавал на базе Молькина Краснодарского края в ЧВК Вагнер, и подписывал договор с Европолисом, но свой жетон ты отдавал уже по возвращению в Россию, в Санкт-Петербурге, в большом офисном центре ЧВК Вагнерцентр охранникам, поэтому я уточняю вопрос, почему ты поехал именно в ЧВК Вагнерцентр в Санкт-Петербург? Ты понимал, что это хед офис как бы вот всей этой группы там организации, которые являются юрлицами ЧВК Вагнер? Ну, как бы, да, и во-вторых, как бы, ты же понимаешь, что если бы я в Молькино приехал, я бы через КПП зашел бы, и мне, чтобы дойти до базы там после КПП еще полтора километра пилить, соответственно, я бы уже оттуда не вышел. И во-вторых, как бы Пригожин же там сам не сидит или там, допустим, кто-то из вышестоящих лиц они там дистанционно все курируют. Вот. Ну, все, что происходит в Молькино, вся основная верхушка, вот они в этом непосредственном центре. в Санкт-Петербурге. Да. И последний вопрос про финансы. Скажи, пожалуйста, вот начиная с июля, когда ты подписал этот контракт, выплачивались ли денежные средства, и если выплачивались, то каким именно образом это делалось от компании Европолис, от ЧВК Вагнер или от каких-либо третьих лиц? Обычно приезжает человек в Молькино, то есть, соответственно, каждое лицо, которое указано в контракте как доверенное лицо в получении зарплаты, ему звонят, говорят, вам необходимо приехать такого-то числа в такой-то период времени для получения зарплаты. Ну, и все, это лицо приезжает, также на КПП говорит пароль, его пропускают, и, соответственно, уже, когда заходят туда на территорию базы, стоят в очереди и ждут, и выдаются наличкой, деньги выдавались с наличными. Это просто очень важно, то есть, какая сумма была в контракте, какая выдавалась на руки? Сумма в контракте, насколько, он прописал, от 220 до 250 тысяч рублей. Вот. И в зависимости от должности, занимаемой должности, там уже варьируется твоя зарплата. Вот из этих четырех месяцев, сколько тебе зарплат выплатили? Две. И в каком это объеме, и где это выплачивалось? Ох, это все выдавали в Молькино, ездила знакомая моя, забирала. Вот, и как бы две зарплаты, вот она получила, и все. То есть, выплатили только за июль и за август, а за вот эти вот последние два месяца из-за того, что... Там, когда наплыв осужденных, там начались проблемы задержки с выплатами. Вот. Поэтому... Вот именно в конкретный, когда наплыв пошел осужденных, ЧВК Вагнер, начали задерживать выплаты. И, соответственно, вопрос. После того, когда ты отказался продолжать принимать участие в ЧВК Вагнер, компания Европолис, вот те, кто ее представляли, тебе каким-либо образом пытались найти тебя, чтобы вернуть тебе твой паспорт, чтобы выплатить денежные средства за последние два месяца твоей, в кавычках возьмем, там, работы, участия в ЧВК Вагнер и так далее. Или что в отношении тебя от Пригожина, Европолис и ЧВК Вагнер предпринималось и исходило от них? Ну, как бы никто там не связывался, я не звонил. Андрей Алексеевич, здравствуйте, мы понимаем, вы ушли по окончанию контракта, вот, пожалуйста, давайте вышлю вам документы остаток заработной платы. Такого не было. Соответственно, ну, я же звонил в Федеральный служб безопасности, соответственно, тоже говорил, что вот так и так по окончанию контракта я самовольно убыл и как бы меня начинают преследовать во всех формах. Они сказали, ты что там, больной? Что такое вообще ЧВК Вагнер? Это кто такие? Потом второй раз я звонил, там другой говорит, ну, что ты нам звонишь, звони Пригожину. Вот. И после этого все, начались меня искать, начали по знакомым искать, преследовать. Потом я звонил, разговаривал, когда на моего знакомого другу там выходили, говорили, что где нам, как его найти, да, он там уже трупу осталось только убить, там, и тому подобное. Я звонил, разговаривал с этим чекистом, пытался тоже объяснить, говорю, у меня в покое оставьте, не лезьте ко мне, грубо вообще. И ну, сказали, рано или поздно выцепим, поймаем, не переживая, найдем. То есть, это очень важный момент, то есть, правильно я понимаю, что вот те люди, которые были формально, сейчас в кавычках возьмем, сотрудниками Европолис, и службы безопасности ЧВК Вагнер, пытались тебя разыскать для того, чтобы физически тебя наказать, организовать репрессии, а может быть, даже и убить за то, что ты самовольно покинул ЧВК Вагнер тире Европолис. Ну, как бы, да. Ну, я опять же говорю, что такое Европолис, это просто юридическое название, как бы, по сути, и я не думал, что там юрист европолиса с юридического отдела сидел, звонил мне и говорил, мы тебя найдем и тому подобное. все это было очень тесно связано. Ну, и, наверное, самый последний вопрос, короткий. Андрей, с учетом важности этой информации и доказательного значения того, что ты рассказываешь, и твои свидетельства согласуются с теми материалами и документами, которые мы за эти полтора года собрали о незаконной преступной деятельности Пригожина, Уткина, Европолис, ЧВК Вагнер, Владимира Путина, который стоял за организацией всего этого финансирования. Ты готов будешь официально под протокол, под присягой давать эти свидетельства следователям на международном уровне, прокурорам и в конечном итоге в суде либо в трибунале? Да, да. Остается только сказать тебе спасибо огромное за то, что ты все это время полтора года делал, последовательно уже два года практически разоблачал это все и я думаю, что мы вместе продолжим в этом направлении. Спасибо.